Девушки отдыхают К началу 21 века их было уже 600 миллионов. По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году число людей 60 плюс составит уже более 2 миллиардов человек, еще раз утроившись за период в 50 лет. Если верить статистике, например, в Великобритании уже сегодня больше тех, кто старше 65 лет, чем тех, кто младше 16. В Японии, самой возрастной стране мира, около 30% населения перешагнули этот возрастной порог. Налицо стремительное демографическое старение нашей планеты. Старение – это глобальный процесс, который меняет вообще цивилизацию, совершенно другой формат жизни. Все больше становится людей, которые, вступив в пору зрелости, вовсе не собираются подавать в жизненную отставку. Старость – это дар, которым нужно научиться пользоваться. Практика всеми силами казаться моложе на Западе сегодня постепенно выходит из моды. На смену безудержному культу молодости приходит новый тренд – модная старость. И все-таки почему возраст столь важен для каждого человека? Почему ежегодно мы столь радостно или напряженно ждем свой очередной день рождения? Почему столь мучительно переживаем свои возрастные изменения? Почему пристально вглядываемся в лица других, пытаясь точнее определить, сколько же им лет? И так происходит всегда и повсюду, в каждом веке и на всех континентах. Возраст действительно является универсальным явлением. Почему? Потому что действительно все люди рождаются, взрослеют, стареют, умирают, но везде по-разному, в зависимости от культуры. Виктор Бочаров. Доктор исторических наук. Профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Автор книги «Антропология возраста». Антропология, да, как наука, она занимается изучением возраста именно в культурах. Изучая примитивные общества, в частности Африки, ученые впервые столкнулись с возрастом в качестве главного структурообразующего принципа. Это так называемая система ГАДА, которую открыли в 16 веке. Что там было? Там было несколько возрастных классов, по 8 лет каждый, хотя считать тогда не умели, но ГАДА – это было дерево, которое цветет один раз в 8 лет. И вот каждый раз, когда цвело это дерево, переходили из одного класса в другой. Всего было 5 классов. Изначально человеческая организация состояла из этих четких возрастных классов. Роль старших возрастных групп в традиционных культурах была разной. Где-то они обожествлялись, а где-то их убивали, чтобы избавиться от абузы. Хотя делалось это всегда с почетом. Где-то немощные старики сами стремились уйти в мир иной, где они, как считалось, обретали привилегированный статус. Но везде их главная функция связывалась с сохранением традиций – передачей их младшему поколению. Это вообще-то залог выживания человека. Потому что передать опыт, который есть при отсутствии всяких письменных источников и вообще других средств коммуникации, кроме как личные общения, вообще было нельзя. И поэтому вот этот момент передачи социальной информации, скажем так, или жизненного опыта, был один единственный канал от человека к человеку. Увы, если следовать этой логике и идее целесообразности в современном цифровом мире, где любые знания можно получить одним нажатием кнопки в компьютере, а молодые и даже дети разбираются во многих вещах лучше, чем взрослые, и уже сами учат их, ценность жизненного опыта людей старшего поколения стремительно падает. А значит, сегодня надо искать ценность и смысл в самом существовании старости. Недаром же природа всё более удлиняет этот период жизни человека. Старость – это умение или навык медленного размышления. Это и есть стратегия, то есть это и есть взгляд через года. И этот взгляд определяется не тем, что он может предсказать очередной мегакомпьютер или полёт на Альфа-Центавра. Это взгляд, в котором замедляется время, и мы понимаем, что человечество, вот эти вот две тысячи лет – это то, что присутствует и здесь, и сейчас. Дмитрий Рогозин. Кандидат социологических наук. Директор Центра методологии федеративных исследований Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Руководитель самого масштабного исследования старости в России. Старый человек – это тот, кто является некоторым центром, стягивающим смыслы понимания значимости близких людей, понимания значимости семьи. Вообще, как бы, понятие старость появилось с развитием урбанизации, индустриализации, потому что в сельскохозяйственном труде, в деревне, там нет необходимости в чёткой периодизации. Там люди родились, выросли, доросли до того возраста, когда пора замуж или жениться. Появились дети, а дальше жизнь идёт таким образом, что все включены в эту жизнь. Ирина Григорьева, доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель группы «Социология старения» Института социологии РАН. Автор книг «Пожилые в современной России между занятостью образованием и здоровьем и старения больше не будет». Но в условиях городского образа жизни и вот индустриального труда, то есть труда по найму, когда человек не может остановиться, когда он захотел, а когда он должен в принудительном ритме вот этой работы работать, тогда возникли какие-то системы подобные, пенсионные системы. То есть появилось представление о том, что человек не может работать всегда. Нужно придумать систему, в которой бы сам человек обеспечивал себя потом в старости. Впервые государственная пенсионная система, охватывающая всех работающих граждан страны, была создана канцлером Германии Отто фон Бисмарком в 1889 году. На получение пенсии имели право рабочие и служащие, достигшие возраста 70 лет. И это перевернуло представление вообще о том, что такое быть пожилым. Пожилой возраст, когда человек имеет право не работать. Вот и стандартно пенсионный возраст – это возраст начала старости. Согласно действующей классификации Всемирной организации здравоохранения, молодость теперь длится до 44 лет, средний возраст – до 60, а старость начинается в 75. Человеческая жизнь – это подарок просто современной цивилизации, она сильно раздвинула свои рамки. Если тебя не сбил автомобиль или не попал в какую-то катастрофу, современный человек, даже нашего поколения, он проживет 85-90 лет. То есть для этого есть все предпосылки. И сейчас все геронтологи говорят, что люди, которые перевалили границу 60 лет или около того, у них очень много шансов очень постепенно стареть, очень постепенно терять здоровье. Старение отодвигается на 10, 12, 15 лет. Это статистически уже установлено. Есть гипотеза, что эволюция человечества пошла по такому пути, так как на современном этапе она заинтересована уже не просто в количественном увеличении населения, как было до сих пор, а в развитии интеллектуальных свойств, самосовершенствовании людей, потому что теперь прогресс человечества требует развитого мозга и опыта. Каждое новое поколение приходится дольше учить, а потому полезный жизненный опыт приходит слишком поздно, чтобы тело позволяло его активно использовать. Наше раннее старение перестает соответствовать запросам среды, которая выдвигает к человеку требования долго быть молодым и трудоспособным. Мы живем, как говорят социологи, в постиндустриальном мире. И мы тянем за собой все вот эти конструкты жизненного мира индустриального. А как строится жизнь индустриального человека? Есть младенчество, когда просто нужно набираться сил, как-то собирать форму, тренировать мозги. Есть детство и юность, когда нужно эти мозги загружать какой-то информацией, вырабатывать в себе какие-то навыки. И это период обучения. Есть средний возраст, когда нужно отдавать то, что в тебя вложили. И есть старость, когда, что называется, заслуженный покой. То есть ты все отдал, тебя вложили, ты отдал, тебя списали. Взгляд на пожилых как на тех, кому больше уже ничего не нужно. Второй сорт люди. Негативное отношение к людям старших поколений и их дискриминации по возрастным критериям во всем мире определяется понятием эйджизм. От английского age – возраст. Термин был введен директором Национального института старения и геронтологии США Робертом Баттлером еще в конце 60-х годов 20-го века. Но не утратил своего значения до настоящего времени. Самая большая беда, что старость у нас не публично. Настоящая старость. Закулисная старость. В нашем обществе до сих пор не принято открыто и честно говорить о старости. Обсуждать практически табуированную тему смерти. И истоки такого поведения, как ни странно, стоит искать в нашей традиционной русской культуре. В русской культуре жить долго считалось неприличным. То есть если ты долго жил, негативное отношение, ты заедал чужой ветер. То есть там обсуждное наше сознание говорит, благ на коллектив дано вот как-то количество определенное. Если он живет дальше, он заедает чужой ветер. Стало быть, кто-то проживет меньше. А женщины вообще, если они там долго жили, это 100% колдунья. Вперед! Была и вторая веская причина, до сих пор играющая в нашем культурном, особенно мужском коде, важнейшую роль. Чем мы коренным образом отличаемся от Запада, потому что у нас доминирование военно-молодежной культуры. Причем это фиксируется в самых первых письменных источниках. Главным было дружина и князь. Они хлебопашцы и христиане. Вот это военное, а где военное, там и молодежь, у нас доминирует с самого начала. А что такое военная культура? В чем ее характерная черта, это отношение к смерти. Ты должен умереть лихо, чтобы слава была, главное слава, и твоя жизнь должна закончиться вот таким славным образом. Именно об этом говорит Емельян Пугачев в повести Пушкина «Капитанская дочка». С Горезневым они едут, и он объясняет ему, что вот ворон живет 300 лет, и он питается падалью, да. А я буду жить там 30 лет, но спопью живой кровью. То есть, в принципе, это тоже приоритет молодежной культуры, которая вот у нас сидит, что надо жить лихо, умереть тоже лихо. Вот эта лихость, она с самого детства закладывается в нашей культуре. Катастрофические цифры неестественной смертности мужчин в расцвете лет, существенно влияющие на среднюю продолжительность жизни в России, тоже следствие этой культуры. Я несколько лет ездил в курорт играть, в футбол, и там собирались ребята там от 40 до 70. Первый день футбол, потом культурная программа называлась, это алкоголь, знакомство с девушками. И на следующий день второй тайм, да, в воскресенье, в футбол. Так вот, при мне умерло три человека, да, которые играли, вышли вот после этой культурной программы на второй тайм. Это что? Вот внешне посмотришь, да, пожилые люди в спортивной форме, как и там идут заниматься физической культурой, да. Но разница есть, да, если там смотрят пульс, давление и прочее, здесь они, ощущение, что я молодой, когда мне слышите, ощущение голоса, я представитель-то русской культуры, да. И, скажем, биологический возраст, конечно, я схожу из своей культуры, потому что, скажем, если на Кавказе он женился, он надевает папаху, у него абсолютно модель поведения, он не использует молодежных словечек, вещи, как, скажем, я буду использовать, общаясь со своими студентами. Вопрос стремится жить долго, неприлично, и сегодня звучит достаточно часто. И связан он с тем, что люди, исчерпавшие свои жизненные цели и задачи, люди, которые не знают, чем занять свою старость, обычно много болеют, некрасиво стареют, и не нравятся даже самим себе. Если мы говорим, действительно, что старение в голове, то голова-то, она кем-то сформирована, какими-то точками зрения, да-да, там наши пенсионеры, они такие несчастные, они такие больные, у нас такая низкая продолжительность жизни. Нам нравится чувствовать себя обделенными. В этом есть рациональный смысл, потому что все время речь идет о том, что государство что-то не додает пожилым. А чтобы получить, нужно изобразить вот эту жалкую позу, а чувства собственного достоинства нам не хватает. Сегодня, когда окончательно стало понятно, что старение – это мощный, долгосрочный тренд развития, а титульная возрастная группа населения будущего – это пожилые люди, современное общество стоит перед необходимостью смены модели своего поведения. Постарить осмысленно, дано не каждому. Это труд, это труд, как любое действие человека. И в этом смысле не просто там готовиться к старости, а размышлять, обучаться старости нужно с самого начала. Не добиваться от кого-то уважения, а самому для себя сохранять самоуважение. Активное старение или активное долголетие – так называется концепция, которая постепенно охватывает мир. Её важнейшая составляющая – занятость пожилых на рынке труда. Я всегда говорила, что вообще нужно работать дольше, как можно дольше. Большинство специалистов сейчас, даже медиков и биологов, говорят, что да, но другого нет лекарства. Общество потребления, конечно, говорит, что это глупости, и привычки идут от выбора, от трудиться – значит молиться. А люди должны понимать, что полнота жизни заключается не только в труде. Проблема-то в том, что у многих людей действительно работа – это важнейшее занятие в жизни, смыслообразующее. Учёные выявили интересные закономерности. Максимальное количество долгожителей наблюдается среди художников, артистов, музыкантов, занятость которых практически ненормирована возрастом. Развитый интеллект и образование также прямо коррелируют с высокой продолжительностью жизни. Люди с высшим образованием живут дольше, чем те, у кого его нет. Ещё дольше живут академики. Среди них каждому 13-му более 90 лет. Но дольше всех живут нобелевские лауреаты. Долгожитель здесь каждый шестой. Итальянский нейробиолог Рита Леви Монтальчини, получившая Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1986 году, в интервью по поводу своего столетнего юбилея признавалась. Зрение и слух у меня ослабели, но мозг в полном порядке. Я уверена, что мои интеллектуальные возможности сейчас больше, чем они были в молодости, если учесть весь накопленный мой опыт. Секрет жизни – постоянно думать и перестать думать о себе. Активное долголетие сейчас у нас очень многими понимается просто как молодость в старости. Живи для себя. То есть бери от жизни всё, пока ещё не умер. Вот наше активное долголетие. Если же говорить языком программных документов, то активное старение, у нас переименованное в активное долголетие, оценивается с помощью четырёх индексов. Как уже было сказано, это, во-первых, занятость. Во-вторых, вовлечённость в жизнь общества. В-третьих, независимая, здоровая и безопасная жизнь. И, наконец, возможности и благоприятная среда. Пока по большинству этих показателей мы проигрываем европейским странам. Зато мы впереди по уровню образования и уровню ухода за детьми и внуками. Однако, учитывая тот факт, что сегодня пенсионного возраста достигло принципиально другое поколение, которое часто называют «новые старшие», и которое успело реализовать себя вне модели советской экономики и успешно вписалось в цифровую среду, ситуация в России будет постепенно меняться. Сегодня выбор траекторий жизненных всё-таки намного шире, намного больше, чем раньше. Не стареть, как стареть, чем заниматься. Вот это уже никто нам не диктует. Кроме нас самих, которые заложили себе в головы вот эти вот стандарты, что ну как же, как же я вот там буду вести себя не так, как принято. Не так, как принято – это действительно сложно. Ведь законсервированный в нашем сознании стереотип старости настолько укоренился в российском обществе, что те, кто готов и способен противостоять ему своим образом жизни, своей индивидуальностью, до сих пор рассматриваются как единичное исключение. Всё-таки у нас была такая культура всё равно корпоративная. Если все надели джинсы, значит, должны все джинсы, как у всех. А индивидуализм – что это? Это, конечно, приоритет индивидуальных ценностей. Это ослабление действительно всякой корпоративной культуры, как это говорит, культура стыда. Культура стыда – это значит, что о тебе скажут другие. Есть веские аргументы считать, что главным разрушителем возрастных стереотипов стало поколение западных бэби-бумеров, рождённых в период с 1945 по 1955 год и устроивших молодёжную революцию конца 1960-х. В своё время эти парни и девушки ощущали себя единым целым, и их было много. В середине 60-х половина населения США была моложе 25 лет. Они умели требовать, кричать и протестовать так, чтобы их услышали. Они хотели всё и сразу, и они это получили. Слоган «Не доверяй никому старше 30» стал их девизом. Именно это поколение в 2010-е годы обнаружило себя в категории 60+. Их по-прежнему много, и в их руках по-прежнему сосредоточены власть и большие финансовые возможности. Они ожидают, что общество должно воспринимать их как неразрывно связанных с молодыми, а не как отдельную и в чём-то отличающуюся группу. И именно они отменили все табу, относящиеся к понятию старший возраст. Им по-прежнему можно и нужно всё. Карьера, путешествия, развлечения, впечатления, любовь, секс и мода. Если говорить о западном мире, основное достижение, конечно же, не в благосостоянии, а в благополучии, которое выражается в возможности быть собой публично. И в этом смысле среда, которая свободна в выражениях, и высказываниях, и в самопрезентациях не купирует то или иное поведение сразу, потому что оно другое, поэтому оно недопустимое, она и позволяет реализовываться не только модным тенденциям, то есть подражательным тенденциям, но реализовываться чему-то необычному, удивляющему, но при этом не вызывающему агрессии, что очень важно. Настоящей звездой социальных сетей сегодня является американка с ником Бадди Минкл. В ее активе около 4 миллионов подписчиков. Ее девиз «Увожу мужчин с 1928 года». 28-й год рождения жизнерадостной старушки. Ярко стартовав в 2014-м, 86-летняя пенсионерка из Кентукки уже в этом же году стала рекламным лицом модного бренда купальников и до сих пор не сдает своих позиций. Сегодня, глядя на экстравагантные фотографии и видео Бадди, трудно поверить, что в ее жизни было много трагедий. В автомобильной аварии она потеряла мужа, потом от рака умер 46-летний сын. И Хелен Рут Ван Уинкл, таково настоящее имя веселой бабули, впала в многолетнюю депрессию. Позднее она вспоминала. Я вела очень печальную жизнь, но в какой-то момент я поняла, что мне надо быть сильной. Ради моей дочери, ради моих пятерых внуков и трех правнуков. Как и положено скандальное особе, Бадди Уинкл вызывает ровно противоположные отзывы. А так, я хочу быть такой же в ее возрасте, да эта старушка явно чокнулась. И все же подавляющее большинство подписчиков считает ее отличным примером того, как нужно ярко жить, несмотря на обстоятельства и возраст. Никакого объективного знания, кто старый, или как правильно стареть, просто не может существовать, потому что мы сами себе придумываем сценарий старости. Мы свободны, действительно, и можем делать что-то, что захотелось, что взбрендилось. Мне 70 лет, и я хочу выучить французский. Я его буду учить. Мне 70 лет, но я встретил любимого человека. И я буду с ним встречаться, я пойду в магазины и куплю себе новое платье. Замечено, что чем цивилизованнее общество, тем толерантнее оно относится к возрасту. Цивилизованное общество, я бы сказал так, что оно толерантнее, действительно, относится к нарушениям стереотипов, которые есть. Ты можешь принадлежать к какой-то субкультуре, к какой-то возрасту, где вроде тебя должны ждать определенного поведения, но если его нет, то, естественно, конечно, реакции такой жесткой, как раньше, нет. Ограничения прежде всего находятся в тебе, и это твоя задача выстраивать эти ограничения. Ни в коем случае не принимать их как бы внешним, потому что тебе положено так. Ну, антропологи говорят о таких картах возрастных, культурных, да, когда есть представление о том, чем ты должен заниматься в определенном возрасте. Ты бабушка, вот как бы, где бы ты не будешь заниматься этим. Ну, родился, да. Ну, значит ли это, что я должна почувствовать себя бабушкой? Потому что ничего в социальном окружении меня к этому сейчас не принуждает. Вот в антропологии там четко. Женщина становится пожилой, когда у нее рождается внук. Я уже не мать, а я уже бабушка. То есть вот эти возрастные карты культуры, которые существуют в голове, они, конечно, вот меняются. Одна из последних революционных идей, которую мы активно подхватили, это мысль о том, что разделять свою жизнь на духовную и телесную принципиально неверно. Условно говоря, крайне опасная иллюзия, будто можно считать себя старым и страшным, но при этом оставаться умным и интересным. Мы постепенно приходим к мысли, что тело – это не просто оболочка, не просто прах и тлен, а очень реальный образ нашего внутреннего мира. Ценности префигуративные, когда учатся уже у молодежи, да, и ты вроде хочешь сохранить авторитет, и поэтому ты обязан выгляделись молодым. Люди начинают ухаживать за собой, и в этом, конечно, можно и нужно увидеть позитивные какие-то моменты. Где граница между тем, чтобы просто ухаживать за собой и гнаться за молодостью, я не знаю. Это, опять же, каждый для себя устанавливает. Все-таки по сюжету старший возраст – это возраст мудрости и взвешенных решений. Пока в вопросах телесной молодости мы часто впадаем в крайности и отстаем от мировых тенденций. Сегодня, когда даже многие стареющие голливудские звезды своим внешним видом и образом жизни подтверждают мысль. Да, нужно быть активным, бодрым, ухоженным, но выглядеть на свой возраст. У нас лишь набирает обороты гонка за вечной молодостью. Фобия старения, раздутая, как силиконовые губы, призывная реклама, растущая, как на дрожжах индустрии второй молодости, побуждает все больше людей подсаживаться на иглу косметических инъекций и ложиться под нож пластического хирурга. Просто сказать, ах, как это нехорошо, нельзя, потому что, ну, это бодрит, наверное, многих. В нашем языке это часто звучит как комплимент. Как хорошо ты выглядишь, там, молодо выглядишь, как комплимент. Но ловушка заключается в том, что в этом комплименте заложены вот элементы эйджизма. Поэтому старик, конечно, никогда молодым уже не будет. Если он молодится, то есть и пытается из себя сделать молодого, то он начинает проигрывать, потому что у каждого возраста есть свой функционал, как сказали бы какие-нибудь инженеры человеческих душ, свое предназначение. Быть естественным, быть собой. В мире сегодня особенно ценится разнообразие. В последние десятилетия это поняли даже в мире моды. Это комзаповедники юной красоты лиц и фигур. А началось все с того, что в 2008 году американский фотограф Арис Эд Коэн запустил в Нью-Йорке свой блог о стильных пожилых жителях Нью-Йорка Advanced Style. Мир познакомился с невероятными персонажами. Яркими, смелыми, полными жизнелюбия. В 2012 году появилась книга о героях проекта. А спустя два года в мировой прокат вышел документальный фильм Коэна, который у нас назывался «Возраст стилю не помеха». Все это подтолкнуло индустрию моды пересмотреть свое отношение к возрасту. Производители начали буквально соревноваться, кто задействует на показе или в рекламе модель как можно более старшего возраста. Сначала казалось, что такие провокации всего лишь способ привлечь внимание. Гарантировать, что взгляд потребителя остановится на непривычной картинке, выпадающей из бесконечного потока реклам с юными красотками. Но время идет, а количество моделей серебряного возраста только увеличивается. Оказалось, что модели 60+, вполне органично смотрятся даже в рекламе нижнего белья. Кстати, один из маркеров позитивной старости, он такой немного интимный, это мы задаем вопрос, когда вы последний раз покупали себе нижнее белье. Старость, это когда женщина последний раз покупала себе нижнее белье. Это страшно, это российский вариант нижнее белье 10 лет назад. То есть человек, который не одевается, не не выстраивает свой образ, то есть не проектирует свой образ по отношению к другим, как его будут видеть, он как бы попадает вот в эту самую негативную старость. В России модный тренд на красивую старость продвигает фотограф Игорь Гавар. В 2011 году он начал снимать стильно одетых пенсионеров на улицах российских городов, а затем занялся поисками возрастных моделей для различных проектов. Так в России появилось первое модельное агентство для людей старшего возраста «Олдушка». Модели старше 60-ти это новая тенденция, и российская модная индустрия пока тестирует этот формат. Но без преувеличения можно сказать, что и здесь уже есть свои звезды. Петербурженка Валентина Ясень стала моделью в 62 года. Известность ей принесла романтическая съемка на берегу Финского залива фотографа Ирины Недялковой. Валентину стали приглашать в качестве модели на модные показы и рекламные съемки. В 2017 году она впервые появилась на обложке модного журнала «Эстель Хот Кутюр». А в 64 года Валентина Ясень стала моделью года 2018 по версии журнала «Гламур». Сегодня в ее портфолио обложки модных журналов разных стран. А популярность и востребованность только растут. Это вообще моя личная точка зрения и убежденность, что возраст это хронологическая конструкция. И к человеку как таковому, поскольку люди очень индивидуальны, она, собственно говоря, имеет отношение паспортное. Лично для себя я считаю, что у меня сейчас акматическая фаза. То есть фаза подъема, творческого какого-то раскрытия, чего угодно. Недавнее исследование корейских ученых показало, что чувство, называемое субъективным возрастом, может отражать старение мозга. Используя МРТ-сканирование, исследователи обнаружили, что у пожилых людей, которые чувствуют себя моложе своего возраста, меньше признаков старения головного мозга по сравнению с теми, кто чувствует себя на свой возраст или старше. Это еще раз подтвердило мысль. Чем чаще мы тренируем свой мозг, тем дольше живем, оставаясь в здравом уме и твердой памяти. Сейчас мы в таком искушении находимся, чтобы киборги, программирование, вот эта пандемия, которая нас поставила перед лицом автоматизированных коммуникативных действий, оно приводит к искушению и человека тоже представлять как машину и говорить, что активная старость это просто хорошо сделанная машина с малыми поломками. Развивая эту аналогию, мы уже сегодня видим, что медицина способна многое в человеке починить. Заменить износившиеся суставы и органы, поставить кардиостимулятор и новый хрусталик глаза, подобрать слуховой аппарат. И это только начало. Активно развиваются генные, репродуктивные и нанотехнологии. Продолжаются и вечные поиски лекарства от старости, которые сегодня называются модным словом биохакинг. Не сдают своих позиций футурологи, которые обещают еще немного, еще чуть-чуть и мозг можно будет оцифровать и снабдив человека виртуальным телом, сделать его фактически бессмертным, вечно молодым и вечно здоровым. Нельзя сказать, я живу для того, чтобы быть здоровым. Ну, что за ерунда какая-то. Любой чувствует какую-то подмену, но мы не чувствуем подмену, когда нам сулят вечную молодость. Люди, которые как бы кричат о таблетке, о бессмертии, о заморозке или еще о чем-то, они все время почему-то так вот аккуратно оставляют в сторону вопрос о том, зачем жить. И если ты на него ответа не даешь, то эта история про бессмертия очень похожа на гуманистический суицид просто. Старость это вопрос, зачем я живу. Возможность не просто задавать этот вопрос, а делать этот вопрос осмысленным не только для себя, но и для близких людей. Один из маркеров, что человек уходит, это не, это даже как бы не болезнь, хотя есть разные уходы, а это то, что тебе говорят с такими грустными глазами, я устал, то есть я уже не могу, я не понимаю, зачем я живу. Психологи утверждают, что именно отсутствие целей и смыслов делают человека старым. Человек ментально умирает, когда мир вокруг перестает его интересовать. И это совсем не зависит от возраста. Я давно занимаюсь пожилыми, и мне говорили, что вы когда состаритесь, вы поймете. Ну, слава богу, я состарилась, но мне еще более интересно. Только в старости к тебе приходит возможность не то, чтобы подумать о себе, а подумать над вопросом зачем, и к чему я это все делаю, и что я хочу на самом деле. Справедливости ради надо сказать, что все, о чем говорилось в этом фильме, это скорее перспектива, вектор движения. Пока же, увы, еще слишком часто старость это и бедность, и болезни, и одиночество. Но это и медленное движение вперед, и мудрость, и опыт, и любовь к близким, и к самой жизни. Жизнь едина, в ней могут быть периоды грусти или подъема, но это не значит, что старение это вот такой грандиозный провал всего жизненного проекта. Меняя свое отношение к старению, мы постепенно начинаем понимать, что пожилые люди и пожилой возраст наше будущее, которое во многом зависит от того, как мы играем или собираемся играть роль пожилого человека, с какого возраста идентифицируем себя как пожилых и какие ожидания и установки формируем у себя и окружающих относительно данного этапа жизни. Я искренне уверена, что старения больше не будет в том смысле, в котором мы привыкли думать об этом. Это не значит, биологическое старение отменяется, оно отодвигается и становится более комфортным. Да, наш возраст в нашей же голове. Потому что старость это когда человек чувствует себя старым и строит свое поведение и жизнь, исходя из этого чувства. А значит, спокойно и взвешенно рассуждать о старении, красиво, с умом и с достоинством стареть и означает быть современным человеком. самым человеком. Продолжение следует... Продолжение следует...